добрый день дорогие друзья с вами татьяна башмакова канал ваша дача и вот подошло время пикировки питуньи мои питуньи вот вот этим всем которые сейчас находятся здесь один месяц со дня посева и фактически все они готовы к пикировке я уже третий сезон с вами показываю как я пикирую технику пикировки но хотелось бы остановиться на некоторых тонкостях всегда есть тонкости вот например объема горшка грунт у меня по-прежнему универсальный очень богатый очень рыхлый какой вы выберете торфяной или на основе земли с песком это ваше право как вам удобнее в каждом видео говорю о грунтах это очень важный момент объем стаканчика от объема стаканчика около 200 миллилитров вполне хватает до высадки питуньи вот и сияю сейчас по пикиру до высадки грунт питуньи не не очень-то боятся холодом морозом конечно не боятся может быть и но но любят чтобы их высаживали все-таки не по жаре поэтому мы не боимся пикировать и следующий вопрос буду который хотелось бы сегодня особенно остановиться вот очень часто я думаю не только у меня вот питание растут неравномерно все они посеяны в один день в один круг но растут уход одинаковый вот есть очень маленькие очень часто это признак плохих семян несвежих может быть и признаком сорта я не могу точно утверждать прошлом году меня точно были бы дорогие питуньи изи вэй была рам блины и купила большие расфасовки и вот они некоторые россии вот такие маленькие только появлялись а остальные были большими очень дорогие семена очень красивые питуньи конечно было жалко с ними прощаться что я с этим делал вот я сейчас покажу вам например вот питунья браво вот они и такие такие если пересадить вот такого малыша у него что-то еще листик желтенький с хлорозом то скорее всего мы его не спасем так как он долго рост я беру таким же способом как и обычно так надо полить перед пикировка очень хорошо земля вот как будто бы влажная ну я приподняла она рассыпается полностью понятно что она немножко обсыпется питунья хорошо переносит вот эту первую пересадку когда она маленькая поэтому сильно волноваться бояться даже если вы делаете это в первый раз не нужно мы берем и ставим но я немножко как бы не наверное больше подсыплю я обычно земли подсыпала немного чтобы можно было не сильно подтянется ее потом подсыпать но сейчас я использую до свет и поэтому земли насыпаю полный стаканчик то есть она не тянется и что я буду делать я буду большие аккуратно добывать а маленькие оставлять здесь вот здесь вот рядом маленький я по постараюсь аккуратненько не хочет она мне аккуратненько не спи вот корешок просто ушел в совершенно другую сторону я пыталась его добыть с той стороны но мы этого еще раз говорю мы этого не пугаемся дело в том что питунья вот на такой ранней стадии почему я надо собственно говоря раньше пересаживать и вот дальше вот здесь вот нарушена немножко корневая не страшно я сюда же сразу же досыпаю землю вот сразу же досыплю это тут у меня еще как-то вот они частично частично маленькие а бывает они прямо через одну вот ну еще какой вопрос вот у меня вот большие вот это вот принципе неправильно но было в 5 неблагоприятные дней возможности садить не было чем ну два настоящих листика начало третьего все это сигнал пикирования у меня здесь очень много листиков почему-то я теперь долго так аккуратненько и добываю потому что корни стали уже более большие и и получается еще непонятно куда они идут и нам надо как бы этот ком большим взять но не нарушить корни а в питоне если кто-то пытался изучать вот мы берем такой большой ком и думаем что здесь много корней попал а то нет питоне на такой стадии принципе еще мочал очки как таковой нет там один корешочек и поэтому в общем это дело очень аккуратненько и берем смотрим на то как кто откуда тянется кто куда и вот так вот аккуратненько их садим это питоне у меня петуния браво петуния браво и она смесь но я ее сажу все равно в маленькие стаканчики ну так как я надеюсь что она в этих стаканчиков успеть мне пустить первый цветочек это питоне и низкорослая как бы ранее скажем так должна быть рано должна зацвести а вот есть у меня питоне ультра я ее точно так же буду выборочно пикировать вот маленькие поставляет и все ну как-то вот перед камерой они не очень любят долго на технику вы поняли я для нее подготовила горшочки вот более больше это как это тоже смесь а чтобы мне потом спланировать куда я буду садить те цвета которые я не знаю я ее буду большие горшочки чтобы она наверняка здесь зацвела это 400 миллиметров горшочек фактически два раза больше такого и на всякий случай я приготовила и горшочки большего еще объема больше чем 400 вот они вот в сравнении с таким вот они вот насколько больше и здесь вот насколько больше чем 200 то есть чтобы зацвести питоне и если какие-то питоне которые у меня смесь в стаканчиках маленьких вот маленьких не за цветут то я их потом перевалю в больший объем ну для того чтобы увидеть какого они цвета и уже сформировать такие мои цветочные клумбы которыми я захочу то есть питонию долгом маленьком объеме нежелательно она может начать хлорозить он приболевшее растение потом мы вылечим но лечить это всегда хуже чем предупредить сейчас я вот это аккуратненько досажу покажу вам вот я аккуратненько подсыпала свои питонки немножечко вот они даже эти переросли потому что она корень уже это длинный стержневой он стал уходить в какую-то сторону и мне сложно его было выкапывать именно отдельно до других обязательно я проливаю меня из-за того что грунт на основе земли песка он именно проливом хорошо уплотняется прижимать мне не нужно вручную ничего если у вас торт то вы просто прижимаете вокруг дальше водичка рака и вот и тут идти тех которые я оставила вот некоторых оставила вот ее можно было может быть ну как-то сильно корни нарушились а вот эти вот рядом с маленькими я их оставила они здесь подрастут но они уже на расстоянии здесь подлить проливать конечно аккуратно здесь нет дренажных отверстий там где в стаканчике дренажные отверстия мы не боимся все вот так вот покапать убедиться что она вести здесь они подрастут наберутся сил буквально за ближайшие дни их во-первых глушили те которые побольше и ставим наши питуньки в теплое место светлое но если это окно то от прямых солнечных лучей прикрываем и если вы не уверены что вы достаточно закалили их сухим воздухом то можно на пару дней накинуть какую-то пленочку не так чтобы совсем плотно но сверху чтобы была пленочка потому что ну не всегда мы закаляем у меня например в условиях отопления не всегда получается питуньи к моменту пикировки закаленными тогда на пару дней пленочку и все и в следующий раз мы встретимся с вами когда мы питуньки уже подрастут до новых встреч